Девиз российской армии – мы воюем с сатанистами. Но есть нюансы. Герои возвращаются в родную гавань. Педофилы, каннибалы и маньяки готовятся идти к российским детишкам и учить их, как надо родину любить. Путина подобные. Зомби-апокалипсис на России уже сегодня. Я Наталья Власова. Подпишитесь на наши соцсети и пропустите главное не сегодня. Людоедский режим Путина наконец-то перестал стесняться и начал миловать каннибалов и различного рода маньяков. Педофил Артем Решетников, сатанист Николай Оглобляк и любитель человеченки Денис Горин – это теперь благополучные граждане, кандидаты на проведение открытых уроков в школе, ориентиры патриотизма и хранители традиционных ценностей. Как вы уже догадались, все эти прекрасные люди, как бешеные животные, были спущены на украинцев. Да, тех самых, которые проживают якобы на исконно русских землях и требуют освобождения от киевского режима. Ведь никто из обозначенных героев не дошел ни до какого Киева, ни до какого Львова или Ивана Франковска. Если бы у путинского электората гипоталамус не был поврежден путем телеизлучений программ Соловьева, то он бы дал сигнал. А как так получилось, что физически больше всех от снарядов русской армии пострадали те русскоязычные православные и, в общем-то, самые лояльные жители Украины, которых якобы надо было спасать? Почему на них спустили всех недоносков из тюрем? Но теперь справедливость хоть в какой-то мере восторжествовала. Сатанисты и любители расчлененки вернулись домой, на свою родину. И если их в госпиталях не прикончат родственники жертв, а ведь преступления героями были совершены не так давно и все все помнят, то ждем этих ветеранов СВО в подъездах и лесопосадках. Вернее, русские пусть ждут. И когда ножичком вот такой, как оглобляк, тыкнет, обязательно надо сказать «Слава России!» и поблагодарить за освобождение Донбасса. Кстати, а будет ли считаться дискредитацией армии РФ утверждение, что в ее рядах воюют каннибалы, педофилы и серийные маньяки? Ах, о чем это я? Плакат «Мы за мир» стики в супермаркете с призывами остановить войну и даже надпись на заборе храма «Не убей»? Вот что, по мнению путинского режима, является самым большим оскорблением и угрозой. Поэтому художница Саша Скочеленко пойдет в лагеря на 7 лет. А вот сахалинский каннибал Денис Горин, который убил и съел несколько человек, отправится на доску почета и в санаторий Минобороны для реабилитации. За первые 6 месяцев текущего года в России за распространение фейков об армии осудили 21 человека, 8 из которых приговорили к реальному лишению свободы, трое получили условное наказание, еще 10 – штраф. Это несовершеннолетние пенсионеры, студенты и представители интеллигенции. 25 лет строгого режима для Владимира Карамурзы – это норма. А вот сатанисту-оглобляку, чья секта истерзала четырех подростков, поедая иногда несвежие трупы – слава и почет. Смотрите, не перепутайте. Узкие небратья. Где у вас враг, а где герой? А мы поддерживаем нашу армию и хотим, чтобы Путина-подобные зомби навсегда исчезли с нашей земли. Подпишитесь на наш YouTube-канал и пропустите. Главное – точно не сегодня.